Перед тем, как я начну это видео, мне нужно обратиться ко всем фанатам Genshin Impact, потому что это крайне важно, пожалуйста, послушайте меня. Каждый раз, когда на презентации показывали игру в аниме-стилистике с открытым миром, эти люди писали то, что она похожа на Genshin Impact, или это копирка Genshin Impact, или, ну, вы понимаете. У меня есть огромная просьба к фанатам Genshin Impact, пожалуйста, поиграйте в своей жизни хотя бы в ещё одну игру, и желательно не фритуплейную, я вас умоляю. Потому что, когда на экране показывают тактическую RPG в аниме-стилистике, в серии, которая уже лет 30, и люди пишут, а это что, новая часть Genshin? Нет, это не Genshin Impact. Я запрещаю под этим видео и, в принципе, на своём канале даже упоминать Genshin Impact. Это отвратительно, пожалуйста, перестаньте. И да, дорогие друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал прямо во время просмотра, чтобы наш канал качественного контента дошёл до миллиона геймеров так же быстро, как и до 100 тысяч. Я верю в вас, коллеги. А спонсором этого видео вновь является Carabox Store. Как вы знаете, приобрести что-то в магазинах Xbox и PlayStation Store в России сейчас проблематично, но я имею в виду по нормальным ценам. Ребята из Carabox Store решают эту проблему. У них можно приобрести Xbox Game Pass Ultimate или PlayStation Plus от 1390 рублей, и заказы отгружаются моментально. Также в Carabox Store есть раздел с играми. Весь каталог формируется автоматически, каждый день сравнивая цены в Аргентине и Турции, предлагая самую выгодную цену на данный момент. И теперь доступен такой же каталог для PlayStation. Напоминаю, что по промокоду DP вы получите 10% скидку на подписку, так что переходите по ссылке в описании и наслаждайтесь консольным геймингом без ограничений. Ну а теперь давайте перейдём к самому видео. Здарова, геймеры. Сейчас идёт японская выставка Tokyo Game Show 2022, на которой разработчики азиатского сегмента представляют свои будущие шедевры. Так получилось, что в течение последних пары дней все три гиганта платформодержателя выкатили свои презентации преимущественно японских игр, и я посмотрел их все. И сегодня я расскажу вам о самых запоминающихся проектах, разочарованиях и подведу субъективный итог, у кого же была самая лучшая и интересная презентация. Самая насыщенная и большая презентация была у Nintendo. Куча игр. Игра про ферму. Игра про ферму. Ремастер игры про ферму. И как же можно ещё забыть игру про ферму. Я не хочу сказать, что это плохо, просто такое ощущение, что японцы нащупали какую-то формулу успеха и научились своими играми затрагивать те самые тонкие отголоски нашего наследственного желания отправиться на рисовые поля. Вообще 90% игр это либо ленивые порты с Nintendo 3DS и Wii U за 60 долларов, которые Nintendo так сильно любит, либо какие-то максимально конвейерные японские RPG от Square Enix, которых здесь под десяток. Причём я понимаю, что Nintendo Switch это успешная консоль, но это не значит, что можно просто брать любую игру с PS1, повышать разрешение и представлять под заголовок, что это ремастер. Я, конечно, фанат японских RPG, но такое ощущение, что Square Enix просто пытается взять количеством. Есть и крутые ремейки, вроде трилогии Front Mission, но всё равно это была больше презентация Square Enix, нежели Nintendo. Мне особенно понравилось, как они взяли музыкальную игру по Final Fantasy с Nintendo 3DS и вместо нового контента из коробки решили продавать Season Pass с дополнительной музыкой. Господи, как же они доят из года в год преданных фанатов Final Fantasy, тут любая другая франшиза позавидует. Когда я увидел, что Resident Evil 8 выйдет на Nintendo Switch, это было крайне неожиданно. Как такая слабая платформа потянет столь требовательную игру? А, это, это, это облачная версия, окей, можно расслабиться. Вообще все последние Resident'ы выйдут в облачной версии. И это понятно, у Nintendo Switch огромная аудитория, и такой издатель, как Capcom, захотел любым возможным способом заработать денег с бедных Марио Боев. Но если говорить о хайлайтах, они тоже были. Новый Fire Emblem Engage это игра интересная лично мне, потому что я обожаю эту смесь тактической RPG и симулятора свиданий, где можно переженить всех своих юнитов для большей эффективности отряда. Главный герой напоминает Пепси Мэна, стилистика стала крайне анимешной и утеряла какой-то особенный стиль серии, но в остальном игра выглядит как неплохое продолжение. Bayonetta 3 раскрыла детали своего сюжета, показала персонажей, и самое главное, дату релиза, 28 октября. И если честно, это намного раньше, чем я думал. Да, она местами выглядит хуже, чем первая часть, но будем надеяться, что геймплей того стоит, потому что выглядит она по крайней мере эффектно. Самой интересной игрой лично для меня стала Raincoat, которая выходит уже весной. Это удивительно большой проект от создателей Данганронпа, где нам предстоит играть за молодого детектива в городе, где постоянно идёт дождь. И уже в трейлере можно увидеть ярких персонажей, интересные механики расследования и привычный для серии Данганронпа угарный стиль. То есть во время допроса нужно буквально уворачиваться от вранья подозреваемого, чтобы выбить из него правду. Это ли не круто? Ещё нам показали мобильную игру по пикменам. По сути тот же Pokemon Go, только в этот раз нужно искать пикменов, кормить их нектаром. И вообще эта игра призвана дать фанатам Нинтендо хоть какую-то мотивацию выйти из дома и потрогать траву. Также упомянули про пикмен 4, но никакого геймплея, только название. Главным же хайлайтом является трейлер Зельды, получивший под заголовок Tears of the Kingdom. Большая часть трейлера показывает непонятные рисунки на стене, а затем 30 секунд геймплея и дат-релиза 12 мая 2023 года. Это конечно круто, но настолько мало. Игру впервые показали на E3 2019 года, неужели мы не заслужили хотя бы минутный геймплей? Я не прошу многого. В то же время презентация Sony была в два раза короче и концентрировалась на более серьёзных японских играх. Вначале мы увидели пафосную битву между отцом и сыном в предстоящей Tekken 8. И затем внезапно из ниоткуда ремейк Якудзо Ишин про Японию 19 века. Игру переделали под новое поколение, и она впервые выйдет вне Японии, что, как я считаю, большая Sony победа. Если честно, мне сложно входить в серию Якудзо из-за огромного количества частей, но залететь конкретно в эту было бы весьма интересно. Сочетание мужицкого пафоса с потешной боевой системой, где предок Кирюхи использует катану и револьвер, это сильно. Игра выйдет где-то в 2023 году. Показали Pacific Drive, это довольно уникальная игра про выживание на машине в аномальной зоне. Мы гадали, типа это Silent Hill или может что-то подобное, но нет, она абсолютно никак с тем не связана. Пока что вообще ничего не понятно, но выглядит интересно. Игра выйдет в 2023 году. Потом нам рассказали про программу лояльности PlayStation Stars, где, выполняя челленджи, можно зарабатывать награды в виде 3D-моделей к вещей, связанных с брендом PlayStation. И слава богу, что это не NFT, серьёзно. Синдуалити это прикольная игра про чувака в роботе, который путешествует вместе с маленькой магической девочкой. Выглядит простовато, но достаточно интересно, чтобы за ней следить. Project Eve, который всем запомнился задницей главной героини, переименовали в Stellar Blade. Трейлер прямо-таки сочит с атмосферой нейроавтомата и показывает ещё больше кадров с задницей, а нам этого вполне достаточно. И мой самый любимый проект с этой презентации – Rise of the Ronin от Team Ninja. Игра повествует о самурае в Японии конца 19 века, который попал в промежуток между старым и новым временем, между традициями и технологическим прогрессом, которые привезли с собой американские корабли. Очень атмосферно. Но уже по трейлеру видно низкий фпс, вездесущие лесенки, и это неудивительно, ведь выход игры намечен на 2024 год, и скорее всего на релизе она будет выглядеть намного лучше. Ну, по крайней мере я на это надеюсь. И после этого нам показывают эпичным трейлером эксклюзивный контроллер DualSense к выходу God of War Ragnarok. Да, я думал, что на этом всё закончится, но затем мы видим длинный, красивый экшоновый и эпичный трейлер. Я не являюсь особым фанатом первой части, но это было бесподобно. Именно так надо завершать любую презентацию, и по сравнению с этим 30 секунд геймплея Зельды немного отстают. Sony определённо целились японской аудиторией, но не забыли немного захайпить свой ближайший блокбастер, и это им удалось. Но Sony была бы не Sony, если бы не сделала какую-то подлянку. Я не особо жду Hogwarts Legacy, но трейлер квеста в загадочном магазине действительно вызывает интерес. Что-то таинственное и зловещее зовёт нашего героя в глубины старого дома. И тут оказывается, что это эксклюзивный контент для PlayStation. Вот так, дорогие друзья. Одной рукой Sony пишет жалобы на Microsoft за потенциальную эксклюзивность Call of Duty, а другой подписывает контракты на то, чтобы в остальных версиях ожидаемой игры вырезали контент и давали его только игрокам на PlayStation. Причём, если почитать подробности, то кроме квеста, подземелья и косметики, игроки получат ещё и особый магазин, который даёт больше денег за проданные товары, чем любой другой магазин в игре. Более того, можно выучить рецепт зелья, которое позволяет временно видеть все сундуки на локации. Все эти упрощения игры будут эксклюзивны до 10 февраля 2024 года. Классическая Sony-эксклюзивность. Что тут скажешь? Ну а что касается презентации Microsoft, то я не совсем понял, зачем она была нужна. Большую часть 40 минут Фил Спенсер и его подопечные рассказывали, как важен для них азиатский рынок, как они на нём выросли и так далее. Целых 250 азиатских студий сейчас работают над играми для Xbox, и 150 игр уже вышли. Но при этом новых игр нам не показали. В очередной раз напомнили про Persona 5 в октябре, больше рассказали про Волонга и анонсировали няшную японочку Ninja для Overwatch 2. И японочка действительно няшная, но презентация Xbox оказалась самой слабой из трёх. Конечно, в конце нам объявили, что Deathloop наконец-то выходит для Xbox и сразу же появится в Xbox Game Pass, да ещё и с расширенной концовкой после релиза, так что спасибо за бета-тест. Но это и так было ожидаемо. С азиатским регионом у Xbox всегда были проблемы, и если сравнивать с Nintendo и PlayStation, то в данном сегменте Фил Спенсер скорее пытается догнать конкурентов, нежели соревнуется с ними на равных. Библиотека японских игр на Xbox постепенно увеличивается, но на данный момент она слишком скудна по сравнению с другими платформами. Persona 5 Royale в октябре это круто, но по трейлерам вроде Danganron Pv3 становится понятно, что такие крайне стандартные тайтлы только-только добираются до зелёной платформы. Тем более, что Sony уже успела выкупить эксклюзивность самой популярной японской RPG Final Fantasy, и 16-я часть на Xbox не выйдет ещё довольно долгое время, если выйдет вообще. И то же самое касается продолжения ремейка Final Fantasy VII, который заявлен только для PlayStation. Xbox делает детские шаги в плане японских игр, и пока что в основном пополняет библиотеку старыми проектами и спонсирует японских инди-разработчиков, выпускающих свои игры в геймпассе. В этом нет ничего плохого, прогресс действительно воодушевляет, но относительно остальных это пока что как-то слабенько. Единственное, что спасает ситуацию, так это геймпасс, где люди смогут попробовать все эти игры, вырастет их аудитория, и разработчики более охотно будут выпускать новые части, в том числе для Xbox. И вот это уже неплохая стратегия. В общем да, все увиденное не вызвало какого-то восторга, но если выделить победителей, исходя из количества интересных анонсов на минуту презентации, то Sony одержала безоговорочную победу. Да, у Nintendo было много ремейков и ремастеров, но Sony смогла намного лучше разлезть зрителей и привлечь его внимание к новым проектам. Это для презентации самое важное. Nintendo тоже старались, но там как будто пытались упихнуть вообще все, что можно, и поэтому реально интересные игры в сильном меньшинстве. Ну а Xbox как будто приехали чисто ради галочки, как было и с Gamescom 2022, и это довольно неприятно. Но стоит понимать, что все это относится к именно японскому рынку, который сам по себе крайне специфичен. Наверное, самым главным мировым событием из всего показанного является раскрытие даты релиза Zelda Tier of the Kingdom, а все остальное в сравнении достаточно мелкое. Поэтому, как мне кажется, если брать именно список релизов с ближайшими датами, а не зрелищность презентации, побеждает все же Nintendo, у которой в ближайшие месяцы предвидится очень много интересных и разнообразных эксклюзивных проектов. Потому что большая часть проектов, показанных Sony, помимо Годов Вора, это абстрактный 2023 или вообще 2024, а в наше беспокойное время каждый из них вполне может стать долгостроем еще на годик-другой. Ну а Xbox в данном случае это просто приятель, который пришел на огонек и рассказал, как он всех любит, но практически ничего не показал. В любом случае, мне хотелось бы узнать ваше мнение в комментариях, кто является вашим фаворитом в этой новой консольной войне. И также огромное спасибо за просмотр, гайдс. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы. Сегодня вечером я завожу стримы, мы смотрим вместе с вами, здесь, на ютубе, презентацию Call of Duty Next. Так что заглядывайте, будет весело. Подписывайтесь на социальные сети в описании, чтобы быть частью нашего сообщества гейберов. Вконтакте, телеграм и дискорд, все находится внизу. И если вам нечего посмотреть, прямо сейчас на экране можете тапнуть на мое видео про эксклюзивность Atomic Heart для ВК-плей, или видео про смерть Halo Infinite. Я думаю, что вам будет интересно. Ну а так, всем пока!